Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эх, времена! Я Михаил Илисарев, и сегодня у нас в гостях Павел Андреевич Чемоданов. Кандидат исторических наук, заведующий сектором научно-исследовательской работы и связей с общественностью Кировского областного краеведческого музея. Не так сказал Павел? Нет, всё так выговорил, отторобанил, что надо. И смог даже выговорить. Мы просто уже смеялись, что название прямо, знаете, огромное-огромное. И сегодня у нас тема в действительности крайне животропищущая, очень объёмная, она не на наши 36 минут. Постараемся пройтись хотя бы по верхушкам и сказать своё историческое профессиональное мнение, потому что всё-таки мы профессиональные историки. Поговорим о том, каким вообще образом застраивался Хлынов и Вятка Киров. История нашего города берёт своё начало, как мы знаем, 12 век, но основной толчок даётся в 17 и 18 веках. Тогда начинается освоение Урала и Сибири. Позже, благодаря Строгановым, наша с вами Вятская земля начинает выполнять функцию перевалочного пункта между Уралом и Сибирью и нашими западными районами. Понятно, что если мы с вами говорим о архитектуре, стоит сразу же сказать, большинство гражданских зданий являлись деревянными. А вот культовые постройки, постройки административные были всё-таки каменными. И строительство каменных храмов начинается после того, когда была основана Вятская епархия. Вятская земля располагалась, да и располагается, по сути, на стыке торговых путей между Сибирью, Архангельском, Москвой и также богатым хлебом по Волжьям, к коему мы сейчас и относимся. В качестве образцов вятских каменных церквей историки русского искусства традиционно называют храмы Великого Устюга. Этот северный город был восточным форпостом Великого княжества Московского, да, и через него в Москву шли поступающие в Архангельский порт европейские товары. Там же формировались и экспедиции на восток, в Вычугодскую землю, Северное Прикамье и далее за Урал. Храмовая архитектура Великого Устюга испытала сильное московское влияние. В то же время своеобразный свияжский вариант храма, восьмирик на четверике, шел на вятские земли с юга запада и с Казани. И вот вся эта застройка, да, в конце XVIII века в особенности ознаменовывается рассветом классицизма. В провинции, включая и вятские земли, этот стиль утверждался медленно, сосуществуя с более ранними архитектурными формами. Примечателен фотоснимок центральной площади города Слободского, который сделали в начале прошлого века. И вот на нем видно, как на небольшом пятачке сосуществуют друг с другом стили нескольких культурных эпох. От древнерусской до эклектики конца XIX века, включая, разумеется, и классицизм. Переломным моментом становится план застройки 1812 года. Именно тогда он появляется вот прямо вот оформлено, утвержденным, и руководствуясь им, у нас начинается вестись строительство. Современные формы, улицы и прочее, прочее, прочее. Это вот все благодаря вот этому плану. Сразу же отмечу, что для более подробного вообще изучения нашего города, да, вы можете взять того же самого Тинского, который фактически был одним из первых людей, профессиональных историков, да, кто занимался именно архитектурой. И, конечно же, работа любимого. Вятка «Квартал за кварталом». Если мне не изменяет память, в 2015 или 2016 году наш местный отдел регионоведения при библиотеке имени Герцена переиздал как раз вот эту потрясающую книгу. И, конечно же, энциклопедия Землевятской «Если мне не изменяет память» пятый том под названием «Архитектура». Нас интересует именно вот архитектурно-культурное наследие. Стоит отметить, что на территории Кировской области официально зарегистрировано около трех с половиной тысяч памятников археологии и зодчества. Если мы с вами берем храмы Кирова, то это у нас с вами будет ансамбль Свято-Успенского Трифоново-Мужского монастыря, 1684 год постройки, преображенский женский монастырь, 1696-1883 годы постройки, Спасский собор 1769 года, собор Серафима Саровского 1904 год, храм Иоанна Претеча 1717, часовня Архангела Михаила 1866, Знаменская церковь Сколокольни 1778 год, Феодоровская церковь 1913, церковь веры, надежды, любви и матери их Софии 2003 год, часовня святого пророка Ильи 2003 год, осталась недолго, дорогие друзья, церковь святого великомученика Пантелеймона Целителя 2003 год, Александровский католический костел 1903 год, Армянская апостольская церковь Христа Всеспасителя, мечеть 1909 года, старообрядческий молельный дом, ну и, понятно, там гражданские здания. Вот все эти культовые постройки, да, вот того периода, но ведь у нас еще был и советский период, и очень часто у нас хают именно в советское время, ну да как же так-то, ведь там разрушали, уничтожали. Павел Андреевич, вот давай ты. Поговорим о том, что было после 1917 года, но я для затравочки скажу следующее. Было произнесено, что памятники архитектуры в советские годы уничтожались, но не надо забывать, что в нашей стране это понятие, памятник архитектуры, возникло в советское время. То есть никто не считал, сколько памятников архитектуры было разрушено в 19-м, скажем, веке, а ведь там, в общем-то, зачастую сносились церкви удельного периода, например, до 15-го века, и никто, в общем-то, их поименно не знает до сих пор, кроме исследователей узких, конечно. Вот поэтому это первый тезис. Второй уже поближе к нам. Что происходило после 1917 года у нас в Вятке? Конечно, первые годы было не до архитектуры, это, понятно, шла и гражданская война, и восстановление послевоенное, но уже в 20-е годы начинают разрабатывать генеральные планы развития городов, и, конечно, касалось это региональных центров. У нас первый такой план был сделан на исходе НЭПА под руководством московского архитектора Бориса Коршунова. И, в общем-то, реализация его помешала что? Что в 29-м году Вятская губерния не стала, что Вятка перестала быть региональным центром, стала районным центром в рамках Нижегородского, впоследствии Горьковского края. Вот от той эпохи у нас один такой серьезный архитектурный памятник остался. Это здание главпочтамта. Да, и как раз оно в стиле конструктивизма построено. Это, получается, у нас перекресток Володарского и, наверное, Герцена как раз. Не так много памятников рубежа 20-30-х годов в нашем городе осталось. Но после того, как в Кирове возродили регион, это было в конце 34-го года после убийства Кирова, когда Вятку переименовали, у нас начинается строительный бум. То есть возникают органы власти региональной, они переезжают из Горького, по сути, и их негде размещать. То есть возникает необходимость быстро, ускоренно строить какие-то объекты. И, в общем-то, сейчас эти объекты, которые в 30-е годы возведены, мы тоже уже можем назвать памятниками. Ну, например, центральную гостиницу, которая, в общем-то, выполняет роль архитектурной доминанты улицы Ленина. Но, понятное дело, все происходило не без издержек. 30-е годы, вторая половина – это время уничтожения нескольких храмов очень известных, в числе которых, конечно, Александр-Невский собор. То есть вот на этом тоже хотелось бы остановиться. Кто виноват, как говорится, в этом деле. И, в общем-то, при изучении детальном, кстати, об этом тот же Тинский писал, складывается впечатление, что все-таки инициатива очень часто исходила от отдельных местных руководителей. Хотелось какие-то бонусы заработать и так далее. Но, в частности, решение о взрыве Александра-Невского собора, которое в 37-м году состоялось, у нас протолкнул, такой был деятель, Павел Легконравов, председатель облсполкома. Он писал многочисленные ходатайства в Москву, причем их отклоняли первое. Ну, а потом, в общем-то, это все-таки случилось. Но, тем не менее, в 30-е годы были построены, повторюсь, здания, которыми можно гордиться в том числе. То есть это впервые у нас появился такой четко определенный административный центр в эту эпоху. То, что мы называем театральной площадью сейчас, да, начинает строить Дом Советов. Это здание в стиле сталинского ампира, да, до войны еще, правда, после войны его пришлось достроить. Драмтеатр возникает, да. На набережной Вятки строятся дома облсполкома, на Ленина строится дом чекистов по проекту Чарушина, да. Кстати, дореволюционные архитекторы ведь никуда не делись. И Иван Аполлончич Чарушин, это мое субъективное мнение, в советские годы сделал не меньше, чем до революции. Совсем не меньше, я бы даже так сказал. Не меньше, да. И был очень востребован в 30-е годы. Ну, потому что гражданское строительство развернулось с гораздо большей силой. Потому что очень часто ведь в имперское время гражданские постройки возводились за счет самих граждан. Совершенно верно. Они оплачивали, собственно, и строили. А в советское время все-таки уже, если брать пример, да, там, послевоенного устройства, собственно, Октябрьского проспекта. В кратчайшие сроки, на самом деле, и не самым дурным-то образом подстроили вот проспект. Тут надо, наверное, назвать имя, раз уж лезь зашла об Октябрьском проспекте, этой застройкой руководил главный архитектор города 50-х годов Никита Козлов. Вот это, кстати, московский архитектор, он в 30-е годы приехал сюда работать. Сначала просто как специалист. Потом, когда главный архитектор Евгений Громаковский уехал в действующую армию в годы войны. Кстати, так и неизвестно, что с ним в итоге там случилось. У нас этого никто здесь не знает. Но Козлов в 44-м году занял его место. И как раз вот Октябрьский проспект, или, как часто говорили, бульвар тогда, да, он стал как бы центром советского именно Кирова. И, конечно, тоже, наверное, общеизвестный факт для любителей местной истории, что там, где сейчас сквер на Октябрьском проспекте, ведь должен был пройти трамвай. И пусть это к архитектуре напрямую не относится, но относится к развитию города. И если бы не война, наверное, он бы там пошел все-таки, соединяя промышленную окраину с центром города. Вот. И еще про советские годы хочется сказать, что это не только застройка какая-то точечная отдельных объектов, это еще и планирование. В 30-е годы был создан в Горьком, заказан, да, план, так называемый план Горпрогора, который так и был не реализован тоже из-за начавшейся войны. А в послевоенном Кирове тоже намечены были планы развития, и если мы их посмотрим, в общем-то, ничего нового не придумано. То есть те направления развития, которые до войны, после войны намечались, они реализуются и сейчас, в общем-то. Ну, например, до войны предполагали застройку Юго-Запада, которая, в общем-то, после войны уже была реализована. Ну, может быть, это напрямую к теме именно наследия архитектурного и не относится. Это, скорее, уже развитие города как такового. Ну, факт остается фактом, как, верно, Михаил, вы заметили, в общем-то, гражданское строительство в советские годы превалировало. Очень жаль те храмы, которые не удалось сохранить. Ну, какие-то и удалось сохранить, вот сейчас были названы. Вот, повезло тем, конечно, зданиям, которые стали заняты под какие-то учреждения. Вот, скажем, Притечинская церковь была партархивом когда-то, да, а последствия планетариям. Это ее и спасло. Кстати, Успенский собор Трифонового монастыря тоже был архивом, только государственным. У нас, на самом деле, с Пашей исследование период в какой-то степени пересекается. У Паши это советское время. Ну, 17-й, 41-й, так называемая межвоенная эпоха у меня. Да, а у меня, собственно, конец 19-го, как раз 1917-й. То есть, фактически, мы друг друга продолжаем. Если, собственно, говорить о как раз отношении к архитектуре до этого времени, не стоит забывать одну простую вещь, что буквально сразу же после Октябрьской революции был издан декрет о сохранении культурного и исторического наследия русского царства и Российской империи. То есть, он как бы, собственно, был. И по нему, между прочим, шли очень-очень строгие наказания. То есть, запрещено было там разрушать, уничтожать, грабить, прочее-прочее, прочее-прочее. И об этом очень не любят говорить, а многие даже и не знают. Но в период постфевральской революции, до Октябрьской, Керенский, который стал фактически главой Временного правительства, проталкивает одну очень интересную вещь, которая напрямую повлияла почти на все сословия духовенства в России. И повлияла очень сильно. Он принуждает нашего патриарха приносить личную присягу Керенскому и Временному правительству. Это единственный случай за всю историю РПЦ, когда церковь кому-либо приносила, давала присягу. Тогда РПЦ все поголовно дают присягу Временному правительству и лично Керенскому. Соответственно, давайте мы с вами подумаем, а если они дают присягу, то после революции они как воспринимаются? Наверное, как минимум с подозрением на них смотрят. Совершенно верно. И поэтому, понимаете, это для нас сейчас с вами нет разницы, потому что наша нынешняя социально-классовая система, она была преобразована вот уже как раз после Октябрьской революции и фактически является примерно такой же, как и в советское время. Рабочий-крестьянский класс, понимаете, и все. То есть более никого. Ну, интеллигенции тут где-то рядом. Ну, партийные руководители. Все. На этом как бы мы закончили. Сейчас у нас вообще есть всего лишь три типа классов. Это низший класс, средний класс, высший класс. Все. Точка. Ну, мы с вами можем точно так же и соизнести, прошу прощения, сопоставить. Вот здесь как раз, подходя к нашему времени уже, к тому периоду, когда случились 90-е годы, перестройка, распад Советского Союза и вот эти лихие 90-е, когда в действительности многие постройки просто исчезли с лица земли. Давайте с вами не будем забывать, в каком виде вообще находились некоторые здания вот как раз в 90-е годы. В каком просто невероятном упадке они были. Понятно, в советское время тоже такое было. Это понятно. И в имперское время тоже такое было. Всегда это было. Но что волнует, например, нас? Это архитектурное наследие. Потому что на данный момент мы смотрим, видимо, куда-то не туда. Как вообще получилось, что мы решили записать именно этот выпуск с этой темой? Буквально недавно депутат ЗАГС Собрания, честно не помню фамилию, как раз вот он рассказывал о достаточно старом предложении переноса СИЗО оттуда, где оно сейчас, за пределы города Кирова. Ну, понятно, с расширением, скажем так, территории, когда там уже и комментарий фактически пригород, непонятно вообще, где окажется СИЗО, но это как бы ладно, это как бы и не важно. Но вот ключевой вопрос, который меня беспокоил, а что будет со зданием-то Вятского тюремного замка? Зданием, на секундочку, 1836 года постройки. Тем более нужно понимать, что СИЗО все-таки не исправительное учреждение. Да, это следственный изолятор. То есть там содержатся люди, которые ожидают приговора. Меня это чересчур сильно взбудоражило. Примеров также достаточно много. Вот, например, Квату, да, мы с вами знаем прекрасно. Вот Квату по итогу ушло, собственно, в епархии. Что с ним сейчас происходит? Во-первых, это, если мне не изменяет память, единственное было училище, которое обучало в Российской Федерации бортмехаников, и его как бы нет. Это раз. Во-вторых, там же все-таки архиерейские палаты, и они сейчас находятся в абсолютном раздрае и упадке. Да, меня не заботит и не волнует совершенно, что там, не знаю, епархия, неепархия, частное лицо, нечастное лицо. Содержать-то как? Вы оставьте память. Потому что ведь все-таки, если мы говорим, душа бессмертна, да, ладно, хорошо, да, мы смертны. Но ведь дети наши будут жить. И среди чего они будут жить? Вот, собственно, здание архиерейских палат разрушается. Училище, ладно, черт с ним, училища нет. Сами здания, непонятно под что используется. Ну, сторож там какой-то ходит, да, люди без проблем проникают на территорию, ходят, гуляют по заброшке. И это же в центре города. Вот здание, допустим, церковной консистории. Простите, пожалуйста, 1752 год, возведение под крышу. Первое именно кирпичное здание, если мне не помнить, в Вятке. И что с ним сейчас? Просто рушится все, оно осыпается. Рядом с вечным огнем, вот каждый год, какие-то манифестации, возложение цветов. И все вот туда идут. Не, подождите, а вам самим-то как бы не стыдно вот рядом вот с этим ходить? И я сейчас обращаюсь к тем, кто занимается, в принципе, культурным наследием. Ну, вот это мой... Я почему еще так возмущен? Это мой очень дом, да? Я там вырос. И я прекрасно знаю, какая там происходила борьба. То есть, фактически, жилым домом данное здание становится как раз после Октябрьской революции. Николай Васильевич Огнев там даже в последние месяцы своей жизни содержался в бойлерной. И когда, собственно, подавали жильцы дома заявку на объект культурного наследия, им сказали, а ваш дом, собственно, является там жилым, фактически он был построен в 1917 году, в 1917 году. Сто лет не прошло. Вот сейчас прошло сто лет. И что с домом? Я тоже хочу дополнить. Недавно сподобился сходить в свободное время, вот где как раз дом чекистов, да, на Ленина. Если зайти во двор, там тоже располагается одно из самых старых зданий в нашем городе, особняк Перминова. Я впервые на него посмотрел вблизи, я ужаснулся. То есть, там крошится все. Там все крошится. То есть, там-то какое-то ателье находится. Вообще непонятно, действительно, кто должен об этом заботиться. Я тут даже не то чтобы ругаю власти, потому что они тоже в каких-то рамках существуют, да, там, форм собственности и прочее. Но просто вот действительно по-человечески так жаль, по-граждански вот этого всего. Все-таки надо что-то с этим делать. Да, но у нас зато, Паша, у нас зато строятся абсолютно какие-то новые, непонятные, абсолютно выбивающиеся новые ЖК. У нас строятся торговые центры, которых, видимо, крайне не хватает. Ведь, ну, крайне не хватает торговых центров. Негде ведь купить, не знаю, тапочки или каланты. Особенно в условиях эпидемии. Да. А жилье, понимаете, ну, опять же, понятно, что происходит с ценами на жилье. Мы и на недвижимость, и вообще на собственность, мы с вами прекрасно видим. Ладно, хорошо. Но о чем мы говорим? Вот, смотрите, вот есть, допустим, Казань. Казань не самый хороший пример. Ну, просто по той причине, что вот они принимали там универсиаду, принимали, и именно накануне ее отреставрировали старых домов тюму тьмущую. Я понимаю, что реставрация, да, капитальные ремонты, это дело дорогое. Что мы хотим по итогу оставить? Вот дом офицеров. Он же ведь закрытый. Никто ведь до сих пор даже не знает даже, что там делать. Понимаете, вот его сделали, хорошо. И что дальше-то? И как среди этого всего быть? И тут еще один очень важный вопрос. Даже не вопрос, а мои мысли, мои какие-то наблюдения. Я думаю, вот, что, Паш, я не знаю, потом вот скажешь свое мнение. Мне кажется, понимаете, что в нашем городе совершенно не привито вообще восприятие истории как таковой. Нет понимания эстетики, архитектурной эстетики. Нет вообще понимания, что, куда, почему, как. То есть мы с вами очень часто видим, понимаете, в домах и в том, чем мы обладаем, да, мы видим лишь какой-то кусок. Кусок камня, кусок кирпича, кусок металла. Непонятно чего и непонятно как, но что вот с этим можно делать? Я, понимаете, я, у меня есть ответ. Заниматься воспитанием с детства. Ходить почаще в музеи, в конце концов. Не в киношечки там попкорн закидывать, да, а в музей сходить. Когда, вот, допустим, у нас люди ходили в последний раз в музей. Ну, вот, Паш, ты сотрудник музея. Да, ходят реже, чем хотелось бы. Хотя у нас довольно много в нашем музее проектов, которые именно посвящены архитектурному наследию. У нас недавно прошла, скажем, выставка фотографий Леонида Шишкина, где можно было посмотреть, как развивался город в 20-е, там, 30-е годы. И, допустим, посмотреть на места, которые тогда были полями, а сейчас это жилые районы, например, Лепси, Филейка и так далее. Так, дорогие друзья, у нас сейчас будет рекламная пауза. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не отключайтесь. Мы продолжим спустя несколько минут. Эх, времена! Итак, друзья, это снова Эх, времена. Я Михаил Элисарев, и в гостях у меня Павел Андреевич Чемоданов, кандидат исторических наук, заведующий сектором научно-исследовательской работы и связей с общественностью Кировского областного краеведческого музея. Наговорил, наверное, Стрекоруба неправильно. Да нет, опять правильно. Опять правильно. Как-то Миша в себе сомневается постоянно. Товарищ ведущий, не сомневайтесь. Потому что, как-то, понимаете, вот такое прямо очень растянуто. Я же как рыбка, пять секунд и все равно было. Вот. Итак, дорогие друзья, мы как раз закончили на проектах, которые сейчас разрабатываются и в скором времени как раз откроются в нашем Кировском областном краеведческом музее. Паш, что там за проекты? Расскажи поподробнее. Да, действительно, как верно замечено было, в музее ходить надо для воспитания вообще и эстетического чувства, и исторического. Ну вот у нас, хочу рассказать пару слов о закрытом уже проекте, к сожалению, но мы к нему обязательно вернемся когда-нибудь, потому что он проходил как раз период пандемии, и не так много людей его увидело. Это была выставка фотографий Леонида Шишкина, фотографа Кировской правды, уникальные снимки конца 20-х, начала 30-х годов. Вот там как раз можно было посмотреть, как выглядел город тогда. Вот даже для меня многие вещи, в принципе, я их знал, но они воочию увиделись впервые. Ну, например, вот насколько маленьким был город до начала 30-х годов. Вот скажем, видим мы завод Лепси, это тогда был комбинат учебно-технического школьного оборудования, снимок 34-го года, и за ним нет ничего. Понимаете, нет того, что мы сейчас называем ОЦМ, Филейка и так далее. То есть вот этого всего не было. Можно увидеть, на этой выставке было памятники, которые сейчас уже, мы тоже, к сожалению, не увидим, там, кафедральный собор, например, и так далее. Как город с ними смотрелся. Вот. И второй проект, который я хочу прорекламировать, он будет, он уже запланирован, он точно откроется. Этот проект летом стартует, называется он «Артерия индустриального Кирова». Это будет посвящено истории застройки и развития Октябрьского проспекта, как вот именно индустриальной артерии, которая связывает весь город, вокзал, промышленные районы и так далее. И, в общем-то, еще один проект, вообще, в следующий год объявлен годом 800-летия Александра Невского. Вот. И вроде как с нами он никак не связан, да, с Вяткой. Когда жил Александр Невский, там, о Вятке-то еще никто не слышал. Но, тем не менее, у нас было довольно много архитектурных объектов, которые связаны с именем Александра Невского. Тот же Александра Невский собор, Александра Невский монастырь на территории современной филейки. И мы вот все это покажем, как это выглядело в макетах, там, фотографиях и так далее. Поэтому мы вас вот очень будем ждать, не надо бояться никаких болезней, потому что, если соблюдать все меры, приходить не толпами, то в музей ходить и можно, и нужно, и наоборот, самое время сейчас. Вот. Ну и, может быть, еще, Миша, на правах рекламы позволишь? Давай. Рекламировали замечательных наших авторов и Тинского, и Экциклопедию Земли Вятской, и Любимова. Ну, я вот тоже свою работу буквально пару слов скажу. Вот у меня недавно вышла книжка под названием «Вятский интербелум. Очерки истории Вятского края в межвоенный период». Там несколько глав посвящено как раз развитию архитектурного облика нашего города в 20-е, 30-е годы. Если кому-то интересно подробнее, можно прочитать там. А за травочку мы с тобой сказали. Я ведь, насколько еще знаю, Паша Шарабаров, Павел Николаевич Шарабаров, у него тоже как раз он рассматривал, но в годы там гражданской войны, если не память изменяет. И позже тоже. У него есть серия статей по благоустройству, тоже очень рекомендую. Это в исторических сборниках выходило «Центр религионоведения». То есть, безусловно, одно другое дополняет в данном случае, а не подменяет. Я просто был как раз на конференции, когда он рассказывал о ЖКХ в годы гражданской войны. Это было, на самом деле, очень даже интересно. Очень интересно. Да, потому что период гражданской войны – это хаос, совершеннейший и абсолютнейший хаос. Понимаете, и даже тогда смогли многое сохранить. Но опять же вопрос, а что, понимаете, сейчас сохраняем мы? Мы об этом с вами поговорим после рекламы, дорогие друзья. Пожалуйста, слушайте нас, не выключайтесь. Итак, дорогие друзья, это снова программа «Эх, времена» и ваш ведущий Михаил Лицарев. Так вот, ну вроде бы нет гражданской войны, но ведь, знаете, это как разрушать-то не созидать. Созидать – это, собственно, гораздо-гораздо и гораздо сложнее. У нас проводится огромное количество мероприятий, которые затрагивают тему, как это сейчас модно говорить, урбанистики. Да, вот планировка, материалы. Я сейчас, естественно, утрирую, я сейчас говорю вот это слишком как-то вот так. У нас проводится, вы знаете, много, на самом деле, проходит различных всяких мероприятий. У нас даже проходят акции, там «Стоп Мородыкова» и так далее, и тому подобное. Но почему-то вообще-то нет ни одной акции «Остановите снос вот этого». Давайте восстановим вот это. А ведь сносят, сносят. Допустим, Крин мы недавно потеряли. То есть буквально на наших глазах было. Да, да. И, понимаете, мало того, что сносят, понимаете, ради чего? Ради ЖК. Ради чего вообще мы, собственно, живем? Чтобы плодиться до квартиры оставлять? Но вот мне лично, понимаете, это не совсем понятно. Опять же, я просто вот знаю историю своего дома. И я помню, как вот я, когда начинал заниматься наукой, вот Павел Николаевич Огнев, это фактически был здесь, ну, как бы губернатор, да, он в годы Временного правительства, вот он сам относился к партии кадетов. И он был арестован после Октябрьской революции, арестован, и последние два месяца своей жизни содержался как раз в болерной, на тот момент еще как раз церковной консистории. А потом, если мне не изменяет память, в конце августа 1917 года, ой, 17, говорю, 18-го, его вывели, собственно, во дворик и расстреляли. И вот, знаете, я прохожу, а эти березки стоят, где его расстреляли, болерная живет, собственно, и это ведь жизнь. И ведь точно так же каждое здание, которое мы с вами видим, это же чья-то жизнь. Это чья-то история. Ну, ну, как? Мы живем, я понимаю, что мы живем во времена, когда надо как бы деньги считать, да, но ведь, простите, пожалуйста, в гробу-то карманов нет. И после нас-то ведь тоже что-то будет. А так моя хата с краю, и пусть она, собственно, горит синим пламенем, что ли. Вот, Паш, твоё вот, я вижу, что ты хочешь что-то сказать. Да, да, очень хочу тоже. Я, во-первых, присоединяюсь к тому, что сказано, что за каждым кирпичом, грубо говоря, старым, у нас есть история. То есть, если вот это понимание иметь, то и относиться будешь к этому по-другому. Но у меня еще есть вот какое соображение. Вот, на мой взгляд, мы ни на уровне страны, ни на уровне города не можем ответить на вопрос, куда мы идем вообще. То есть, вот, вроде как мы живем, развиваем что-то, да, то есть, не все плохо, есть позитивные какие-то моменты. Но мы, если в советские годы было понятно, что мы идем, скажем, к коммунизму, да, то сейчас этого понимания нет. И на уровне города тоже, если в советские годы были планы, что нужно сохранить, что развивать, что застраивать, то сейчас ничего нет. То есть, все как-то стихийно слишком здесь. Вот, может быть, все-таки, если бы у города был план развития, который бы предполагал сохранение исторического центра, как это, кстати, есть во многих европейских городах, да, где, в общем-то, даже машинам запрещено ездить, там, где-нибудь в Чехии или в Германии, в историческом центре, не то, что там что-то строить торговый центр, воткнуть рядом там с собором средневековым. То есть, это дикость вообще-то. Вот, и, в общем-то, если такой бы план у нас был, серьезно проработанный, а не просто там бюджетные деньги выкинуть, и потом непонятно, что как там, на схему общественного транспорта у нас недавно выкинули деньги, и, в общем-то, так ее и не реализовали, потому что она никому не понравилась, и мне вот интересно, а вот эти миллионы, они, в общем-то, кто их вернет бюджету? Вот, ну, вот тоже такое есть соображение, что нормальный план развития городу нужен, и тогда у нас, может быть, на государственном уровне будет охраняться историческое наследие. А так, то, что ты сказал о психологии, оно совершенно правильно. Дорогие друзья, знаете, в заключении мне хотелось бы рассказать вам вот какую историю. В свое время как-то я еще был тогда аспирантом, учился в аспирантуре Вятского государственного гуманитарного университета, ВятГГУ, и как-то, собственно, у меня декан филологического факультета, бывший уже декан Ксения Станиславовна Лицарева, она говорит, Михаил Юрьевич, могли бы вы прочитать китайским, суданским, египетским студентам, могли бы вы прочитать такую легкую водную лекцию по истории Вятского края? Я говорю, конечно, конечно, без проблем. И, значит, я прихожу, занятия, вот эти все студенты, плохо по-русски говорящие, я рассказываю, говорю, 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 и тут внезапно поднимает руку египтянин по имени Назих. Дорогой Назих, если слышишь, привет тебе. Он просто живет в Кирове, женат на нашей кировчанке, живет здесь, дети у него здесь родились. Вот, и он как-то говорит, он говорит, Миша, вот вы много говорите о том, что русский человек, русский человек, русский человек, а кто для вас русский человек? Я посмотрел в него, так посмотрел, говорю, знаете, говорю, Назих, для меня русский человек – это как Иисус Христос, который несет свой крест на Голгофу. Только в отличие от Иисуса Христа русский человек не знает, куда он несет свой крест. Дорогие друзья, а может быть, пора определяться с направлением движения? Может быть, все-таки пора по-другому взглянуть на свою жизнь? Ведь все же мы не сороки, которые летят на золото, либо выхватывают кусок сыра. И в человеческой жизни есть самая большая драгоценность. Неужели вы хотите жизни будущих поколений, жизни своих детей, своих внуков, правнуков, драгоценной жизни оставлять среди руин? Спасибо большое, что слушали, дорогие друзья. С вами был Михаил Лицарев и Павел Андреевич Чемоданов. Спасибо, услышимся с вами вновь уже скоро. Всего доброго. До свидания, радиослушатели. Эх, времена! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова